Доброе утро, дорогие друзья. Итак, недельная глава шлах, и поговорим о ней с несколько другой точки зрения, с точки зрения психологии. Был такой Арон Бек, он являлся основателем один из самых эффективных форм психотерапии. Он работал в Пенсильванском университете, изучал исследования депрессии. И вот он начал замечать очень интересную закономерность среди своих пациентов. Дело было в том, как они интерпретируют события. Вот одно и то же событие человек более-менее устойчивее может интерпретировать в одном ключе, а паникеры они в другом. По сути, эти люди постоянно твердили себе, я неудачник, ничего не получится. Смотрите, что бы я ни делал, у меня не получается, я бесполезен, ничего не изменится. Эти мысли начали возникать уже у человека автоматически. Это была реакция на все, что шло не так в их жизни, поумалчивая. И это вот оказалось на сегодня одним из, я думаю, объяснений ключевого эпизода нашей недельной главы разведчика. Вспомните, что произошло. Маше послал 12 человек разведать землю Израиля. Кнан, простите, тогда еще Кнан земля. Эти люди были лидерами, самыми большими. Так и Торо, они говорят, лидеры. Они были руководителями колен, выдающимися вождями. 10 из них вернулись с деморализующим отчетом. Они что сказали, земля, которую мы видели, она хороша, течет молоком и молодом. Но народ сильный, ничего, короче, не получится. Калев говорит, получится, мы можем это сделать. Но 10 других сказали, невозможно. Они говорили, что те люди сильнее нас, они гиганты, а мы кузнечики в их глазах. Это вообще потрясающе. И вот случилось страшное событие. Народ пал духом. Они стали причитать, а вот если бы мы умерли в Египте, давайте выберем новых лидеров. Бог не простил им этого. Маше начал просить о пощаде. Бог сказал, что хорошо, но из этого поколения никто, кроме Калева и Иуша Беннуна, не зайдет в землю Израиля. Они будут 40 лет блуждать по пустыне и умрут. А вот дети, которых они так плакали, что вы детей наших хотите уничтожить и так далее, вот они войдут. Короче, все сводится к одному. Думай хорошо и будет хорошо. Все это ошибки нашего разума. Их разбирали наши мудрецы. Один из типов это все или ничего. Либо черное, либо белое. Хорошо или плохо. Легко или невозможно. Таков вот был вердикт различников отношений земли, завоевания земли Израиля. Это невозможно. Здесь не было места для оттенков, нюансов. Невозможно. Да или нет. Это будет нелегко, например, сказали бы они. Но нам понадобятся мужество, навыки. Но с Божьей помощью победим. Но не так. Их мышление было вот или-или. И это большая ошибка. Вторую ошибку, которую говорят наши мудрецы, это делать из всего катастрофу. Ожидание того, что несмотря на все, что скоро случится беда, это страшная вещь в голове. Негатив притягивает негатив. Именно так поступили люди, когда сказали, зачем Господь привел нас в эту землю. Вообще некоторые люди отвергают любые доказательства и аргументы, которые противоречат их негативным мыслям. Разведчики слышали, например, Калева, который говорил, что все будет хорошо, контраргументы. Но отвергали его. Они решили, что любая попытка завоевать землю потерпит неудачу. Они не были открыты для любой другой интерпретации фактов. Это очень плохо для человека. Есть еще один тип. Эмоции. Когда вы позволяете чувствам, а не тщательному обдумыванию управлять вашим мышлением, это катастрофа. Ключевым примером может быть толкование разведчиками того факта, что города укреплены очень и очень велики. Но может быть люди, которые за такими высокими стенами и как раз и боялись сильно. То есть мы берем эмоцию и делаем ее в абсолют возводе. Еще есть такое очень плохое, что говорим наши мудрецы в таких ситуациях. Это мы начинаем обвинять кого-то. В своем затрудненном положении можем обвинить кого угодно, вместо того, чтобы брать ответственность на себя. Так поступили люди или так поступили разведчики. Они ворчали, написанные на Маше и Аарона. Как бы намекая, что это их вина. Вот если бы только они позволили нам остаться в Египте и так далее, люди, которые обвиняют других в своих бедах, автоматически начинают путь по дороге приобретения беспомощности, сказали наши мудрецы. Они считают себя неспособными измениться. Они пассивные жертвы и все находится вне их контроля. Это катастрофа. Отсюда идея, меняющая жизнь, которой мы, как говорили мудрецы, по результатам нашей недельной главы. Никогда не позволяйте негативным эмоциям искажать ваше восприятие мира. Мы не кузнечики. Мы люди. У нас огромная сила в руках. Больше, чем кому-то кажется. Знаете, однажды один раввин рассказывал своим хасидам о Боге, о жизненных испытаниях. И свой рассказ он завершил такими словами. В конце концов, все будет хорошо. А если не будет хорошо, спросил его ученик. А если пока не хорошо, значит, ты просто не дошел до конца, сказал ему раввин. Так и с нами. Нельзя думать о том, что любой негатив это конец. Нельзя думать о том, что вот так оно будет всегда. Надо смотреть светлым взглядом на мир, немножко улыбаться. Не давать эмоциям, особенно негативным, захлестнуть нас. И все будет хорошо. К тому перед нами глава, которая нас этому научила за много до сегодняшних дней. Поэтому они знали все, а мы думаем, что мы самые умные. Это немножко не так. С годами написано, что люди отходят от мудрости, они приближаются к ней. Но мы опираемся на великих людей, которые научили нас всему этому. И поэтому мы пусть и карлики, но стоим на плечах великанов. А это многого стоит. Брахавая слаха, хорошего дня и хорошей недели.